привет 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 и обещанный выпуск с тремя билдами даже чуть чуть больше в общем-то разновидностями и он будет называться пока еще не решил уже записываю уже не решил называть начнем с пвт сегодня кстати тестил против нормального термин там не получилось выиграть но в целом нормально вот назовем это набор начинающего чизера именно так вот в целом если вы собираетесь свои ладерные путешествия начинать продолжать вот и все остальное делать в стиле чизера вот очень рекомендуем подобрать правильные белки которые смогут вас улучшить как игрока то есть много кто говорит ой надо играть макро потому что ну чизами ты далеко не выйдешь нет на самом деле на чизах вполне народу гэме сидит без проблем даже на фотонках сидят тоже без проблем но в реальности много толковых игроков спокойно отобьют фотончиков и ну просто из-за того что народа много такие люди могут как-то продыматься на ладере вот но как игрок они лучше сильно конечно не становится и уровень их способности в различных ситуациях очень очень плохо в общем то вот в то время как и подобрав грамотные белки можно улучшаться как игрок по ретам чизить на ладере вот но опять же если мы играем макро надо следить четко за билдом за всякими таймингами своими соперникой защищаться то у играя в чизы нужно выработать себе возможность принимать быстрые решения вот я сейчас покажу билты на основе их буду рассказывать про решение для удобности отключу вижен вот начну получается с первого билда это пвт у нас идет ну вот мы не играем таких часов где типа прокси и гейт и все то есть которые безысходные мы должны выиграть то есть те же фотонки мы не играем мы играем солидные билды вот как мы видим только достался пилон ставим гейт едем на разведку на карте для четырех человек то я в первый раз тестил тот билд на карте на четырех вот затем газ на первые 75 там денег же получится пробок строим без установки вот на карте на карте на четырех разведка после гейта после гейта но на других картах можно там не разведать вообще то что мы знаем что мы чизим вот на газ мы достраиваем три пробки в сумме это на первые 400 строит на эксус нет назад строим кибернаточку продолжаем строить рабочих вот здесь мы разведали что это за открытие это рипер был дальше неважно пробку можно спрятать на всякий случай проксику не тыкнуть например вот первое на заказывается stalker mother core затем варгейт как только второй нексус достроился но в основном нужен для буста то есть туда мы строим одну пробку чтобы просто ей строить вот так нам нужен для буста мы кидаем сразу два буста как он достроился в варгейт и в гейт вот и ставим робот сразу на первые 100 газа оно где-то должно ставиться в идеале в 230 ну если не получается вот станет чуть позже 235 240 по итогу из гейта у нас выйдет три stalker и на третьей минуте мы ставим еще плюс 3 гейта вот после него еще одно stalker заказываем заказом один пилон этот пилон можно ставить на хай граунде то есть забить вообще на этот нексус вот вылетает призма и мы уже бежим в атаку этими stalker не можно что-то разведать протоковать призмой можно останавливаться до варпать постоянно вот она подвезет 4 stalker и все в целом здесь начинается игра и какие решения надо будет принимать на самом деле очень много разных то есть к нам может прилететь медивак полный там мин и нам придется как-то его отбивать нам нужно будет расходовать ипм грамотно влево вправо допустим в атаке защите также еще обсервер делается один чтобы если что минки контрить вот здесь я принял решение отвлечь этими stalker главный проход в итоге спровоцировал его панику подъем наверх вот я взлетаю дропу сюда медивак здесь в это время ко мне взлетает дроп как я говорил вот и в чем сила билда в целом если его сейчас покажу нормально реализовать не отдаваться потому что вот его медивак прилетает ко мне у нас мазер корзи все задефит а у нас здесь 7 stalker плюс еще 4 на варпе сейчас будут то есть у нас 11 stalker в атаке а здесь пять мариков мина медивак который нам ничего не сделают и вот в этом суть билда в том что у нас один некст бесполезный нам за ним следите не надо здесь у нас отличный набор юнитов вот тут и отдался немножко но это не мешает в принципе атаковать вот и дальше опять же в атаке у вас тоже могут быть много интересных вариантов надо уметь обузить карты то есть здесь например знаю что здесь куча холмиков я по ним могу прыгать с призмой классно и сейчас вот как раз этим займусь то есть я вижу что он спускает всех рабов и быстренько призму переправляю назад начиная подбирать stalker дропаем их все мы спасли сразу же до варп адептов должен быть потому что я вижу что у них в основном остались только рабочие и ну нужно адептами отбиваться вот и в любой момент я могу себе позволить начать звук на ксо строить рабочих то есть при этом вот этим четырьмя гейтами вполне реально пропушить тирана без проблем вот чтоб понять как делать билд в принципе вам репки не надо я тут все объясняю но опять же остановили видео на паузу посмотрели в какую секунду поставил гейт там все остальное и нормально в описании ничего не скину то что таймингов меня самого кстати этих билдов нету даже записанных я обычно распечатываю но вот эти не распечатывал и так нормально вот второй вариант тоже будем смотреть что происходит но в чем суть билда и и что он нам заставит потренировать он заставит поднимать минимальный мультитаск то есть атака защита одновременно потому что мы выходим в атаку в те же тайминги когда терран к нам прилетает то есть мы разминаемся с ним но за счет аверчаджей мы затоса все-таки играем мы имеем возможность вот так вот классно затащить вторая движуха это он тренирует кстати здесь от безразведки буду играть микро призмой это важно микро призма это вообще прикольная тема это тоже вас не тренируется ну и принципе от ничего еще тренировать то есть когда мы чизим наша задача поднять наше микро и этот билд нам поможет вот то есть я считаю допустим если вы играете прокси грелку микро не очень тренируется потому что вы приходите там в принципе а кликайте по соплаю и там микрить тяжело очень медленным юнитом то есть если там больше зависит все как бы от врага то есть если он лопух например терран который не может прокатить он там грелку эту не догонит нормальный терран конечно же убьет но здесь я принял решение ага чаш потратить вот этим опять же stalker здесь по моему на скан сейчас попадусь ну еще полезная штука как-то классно расставлять здание что они не попадали в раньше скана но проблема что это все на двух пилонах делается поэтому это тяжело сделать посмотрю кстати ну да это все на двух пилонах делается вот и потом вот смотрите допустим ситуация что только три сталкера вышла можно идти в атаку если я пошел я бы словил этот медива кто-то прогнал допустим я пошел чуть позже мы с ним разминулись в итоге он спалил призму и вот здесь вот наше первое решение можем взять забить вообще на все пойти и защищаться допустим всей толпой ну я считаю это невыгодно то есть выгоднее все набежать в атаку он на сталкеры просто заходят подымаются и здесь ничего нету но тем временем опять же этот на ксус мне не нужен он тут что-то его пытается убить понимает что мне он бесполезен здесь микро и ну и здесь микро одновременно как это выглядело в реальном времени сейчас это вот здесь начинается то есть аверчарща кинул пошел в атаку не видно чем я контролен это ладно в целом вы могли наблюдать эту игру там у нас записи стрима вот но здесь я смотрю просто миникарту что оранжевые точки пока бьют второй на ксус я не сильно напрягаюсь вот уже варпанул сталкеров чтобы там защищаться от мины этих установил в позицию ну и все тут чуть-чуть к контролю то есть теме понемножку здесь 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 мы доконтролеваем в итоге выигрываем игру такой билд я придумал его варианцию принципе делаем все то же самое только начинаем мы без разведки нам нужно будет подкопить много минерала вот пилон гейт газ и после нексуса мы едем в прокси локацию ну то есть надо тестить на разных картах можно по-разному ехать в разведку просто знать где ваши прокси локации сколько до них ехать но это и хватает и на прокси локации в общем-то нужно прокси пилон ставить который наш второй пилон будет вот на нем естественно гейт будет вот здесь из-за того что мы поехали в разведку у нас меньше ресурса и я заказал куру и адепта не сталкера в принципе не проблема потом заказываю еще адепт сталкера ну и делаю все по стандарту тем временем здесь робо гейт здесь два гейта так вот это все выглядит если к нам час рипер снова ворвется у нас три гейта вот все в прокси локации у нас призма дальше как мы реализуемся мы болиже к моменту как 30 сталкер выходит этими юнитами бежим призма появляется мы в нее засаживаемся и в 4 05 06 мы варпаем уже на хайграунд вот наша армия в принципе приятный лимит дальше микро призма и я предпочитаю обычно во всех играх ждать второго варпа а потом на втором варпе закрывать призму и микритей на первом пока одержим позицию примерно такая идея вот в целом там build key pvz теперь рассмотрим pvz также рекомендую играть all-in с имморталами весьма полезный build отличный такой для начинающих двухвазовый all-in вполне рабочий вот какие вещи надо знать опять же в каких-то видосах я разбирал но здесь сейчас быстро еще раз пройдемся после пилона мы едем на разведку здесь у нас все то же самое gate gas nexus вот что должна сделать разведка она должна повисеть у него здесь на второй прочекать и возможно даже заблочить ее то есть можно ее блочить но в идеале блочить ее не сейчас а площадь ее там 1.50 где-то вторым пилоном вот ну вот поставил ее поехал типа третью блочить вот мы третью должны блочить сейчас посмотрим да вот он делаем пилон делаем адепта варп и адепт у нас под бустом бежит уже на другую часть карты и здесь мы ставим еще одну кибернетку кибернетку у нас достраивается и это волшебный тайминг который адепт прибежит и не даст ее спокойно грызть он где-то в третью минуту прибежит вот он все ну если бы это зерк был который пытается третью хату поставить ну еще пару собак убили там примерно так это все происходило и третья хата очень надолго откладывается вот это помогает сделать наш аллин сильнее ну вот главное знать что ближе к 3.30 надо уже сбегать потому что тайминг скорости лингов это 3.30 ну вот то есть здесь у нас тем временем ставится роба 2.40 где-то строим рабов без перерыва тем временем в центре сталкер можно сталкер в центре там по газу смотрите и иммортал сразу под бостом делается классная тема я раньше играл еще строил всегда призму первой что это помогает если мы не можем вообще с базы выйти даже призмой ну то есть мы не можем позволить себе лишиться сейчас этих юнитов стенки то в призму можно засаживать иммортал сразу ролепойнтом и не видно кого мы строим но здесь мы не прячем кого мы строим мы просто нагло заваливаемся алынем вот останавливаем здесь на эксус на 12 и 13 рабочих ну вот и иммортал строится строится призма 4 гейта добавляем то есть в сумме 7 гейтов нам надо если у вас не получается тратить ресурсы можете добавить лишних гейтов и когда призма почти почти готова уже заказываем мазеркор и бежим в атаку то есть до того как призма прямо еще приготовилась мы уже бежим и это важно и мы должны прийти вот к зергу между раллипойнтов ближе к ну не ближе а ровно где-то в 5-10 то есть если мы вот встанем в этом где-то квадрате между трех баз или здесь например нам будет проще с зергом сажаться чем если мы придем вот реально 10 секунд позже покажу в паре репок вот тем временем параллельно пока мы здесь сражаемся здесь закрыли стенку здесь мазеркор защищает летит призма и каждые 30 секунд мы должны делать варп адептов сталкеров, сентрей и зелков то есть смотря на ресурсы и решая что нам надо в зависимости от того во что пошел зерг ну и можно было раньше сварпануть там пару сентрей лишних то есть тут не наварпал правильно и это нам тренирует опять же микропризма небольшое здесь у нас вся сила лежит в иммортале его надо будет очень жестко спасать не отдавать его потом микрить можно чуть-чуть адептами там сталкерами ну всем остальными поднимать их тоже дропать и это тренирует нам варпы каждые 30 секунд то есть если вы игрок который играет чизы вам нужно просто научиться очень классно варпать по таймингам то есть прокликивать контрольные группы и только 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 гейты там готовы все доварпывать вот смотрите сейчас смотрим на гейты вот они у меня только только открылись я тут решаю что-то пройти ну это игра с ботом так что-то для демонстрации сделал вот но суть в том что мы не ждем пока 7 гейтов у нас там будут готовы мы реально пытаемся варпать по 3 гейта по 4 если у нас так сложилась ситуация в игре но при этом постоянно варпаем вот то есть не пропуская варпы мы сможем соперничать зергам и второй вариант это был билд диро второй вариант билд SOS делается без блока хаты вот самой игру опять же я не видел смотрю по билдам но я предполагаю что раз он делает блок хаты нам разведка после пилона не надо мы едем позже чекаем просто открытие после гейта и едем назад здесь естественно адепт сталкер адепт может быть лежать в атаку опять же до 3.30 там разведать вот все адепт там разведал сталкер блочит оверлордов за ним идет сентриан ну и робо по таймингу как только 100 газа появляется свободный иммортал строим под бустом ну вот вот и между делом под пустом из гейта можно еще пару сентрии сделать вот 4.10.20 чистим лингов на 3 и бежим в атаку все вот 4.50 у нас все гейты открыты варпанули варпанули и здесь мы уже давно зашли то есть вот смотрим как мы подымались вот мы бежим 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 все на пятой минуте мы застряли здесь и вот здесь мы отбиваемся потому что мы можем выбирать пачки зергов там просто филдами отбиваться очень удобно все дальше до варпы и успех посмотрим ситуацию из игры пион разведка гейт хату не заблочил здесь зато поблочил пул весьма прикольно вот я сейчас не в этой игре я блочил пул оставил смотреть третью подумал вдруг он там поставил понял и ушел тут естественно блочить я ничего не буду просто адепт разведка сталкер вот роба уже стоит два гейта все спалил сентря мазеркор отменил потому что рано заказал там чуть ли не перед выходом все варпанул и побежал призма догонит по дороге пара доварпов и вот здесь уже надо было открыться и доварпывать на самом деле но я тут что-то увидел открытие попробовал зафилдить здесь забежать наверх и занять себе выгодную позицию вот все мы здесь получается блочим юнитов с третьей на хайграунде здесь мы одним филдом можем отбивать мейн ну и спокойно всем армией гасить ему вторую базу вот то есть вот эта позиция для нас очень выигрышная если призмы мало хп у вас там запасные минералы будут всегда можно новую заказать он я заказал уже летит следующее и вот и mortal 9 киллов 10 то есть он видите такой самый самый крутой 13 киллов 14 вот так вот это в игре происходит если живые там допустим я играл на галактике ой на короле синджонге то есть например пришли позже где-то там с призмой я решил идти еще старая привычка сходца осталась где чаще выгоднее было прийти кулаком все равно посильнее вот здесь не работает здесь надо по таймингу приходить прям вовремя вовремя ну вот видите уже призма готова я еще даже выходить не собираюсь то есть очень поздно вышел тут пока товар был пока туда-сюда ну вот в 5.20 я пришел и вместо того чтобы занять позицию между вас здесь я занял позицию просто где он меня окружил и на клике пробил то есть никакое микро нам не поможет не иммортал с пятью киллами вот посмотрим допустим если бы мы в 4.50 пришли между баз у него вот в это время здесь кучка лингов и мы вполне можем отбивать нашими имморталами вот смотрим здесь 4 рача здесь 2 здесь 2 эти 6 рачей как раз таки ну вполне допустим если вот эта вся армия там уже стоит ничего сильно не сделают потому что сюда будет филд кидаться здесь все отбивается и 2 арт адептов то есть вот именно так это выигрывается ну очень поздно пришли на 30 секунд позже естественно проиграли вот и последний из набора честер от пвп в пвп на самом деле очень просто набивать сейчас но тем не менее раз на раз они работают и я думаю будут держать вам 50 процентов винрейта первые 4 вгп самый обычный пилон гейт 2 газа гейт и что мы делаем в пвп мы учимся правильно разведывать то есть мы не едем на разведку после пилона мы не едем после гейта мы учимся разведывать именно правильно а правильная разведка это когда у нас стоит гейт 2 газа и вот на 16 мрабе мы ну когда у нас полностью набитый минерал мы едем вот скаутить этим на раллипойнтом это первый вид скаута второй вид скаута это этот после гейта вот тем не менее чтоб не отлетать от фотонок достаточно просто напросто в минуту вот этим рабом не занятым проехать посмотреть фотонит у вас здесь или нет ну то есть если у вас фотонит он как раз будет забегать наверху и т.к. так 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 все вроде работает тут на секунду отключил звук ну он отключился в принципе ну ладно отключился так отключился не столь важно пом 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 короче когда мы едем на разведку мы едем вот семнадцатым рабом раллипойнтом просто напросто в прокси локацию строим два адепта а там два сталкера и бустим после коры естественно в армгейт ставим прокси пилон все адепты тут чекают 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 на прокси пилоны на третьей минуте два гейта адептами можно похарасить рабочих затем еще там два сталкера то есть в сумме у нас с гейта выходит два адепта и потом четыре сталкера по очереди вот в supply блоки мы не попадаем четвертая минута варпаем юнитов бежим в атаку все тут принимаем решение как атаковать чем атаковать вот есть вариант там залететь сюда адептами начать бить рабочих спровоцировать часть армии ну и здесь выиграть бой ну вот надо с позиции силы заходить и атаковать атаковать прямо очень активно микрить вот такой скилл он поможет просто в базовом микро очень прикольно и в быстром принятии решений то есть если вы там допустим кинули тень и передумали идти наверх все это уже вы проиграли обычно так бывает ну вот сейчас найдем какой нибудь пвп по идее я что-то похожее играл ммм так так ну вот например по моему 4 вгп как раз будет да то есть все по классической схеме у нас на базе мы сидим где-то до второй минуты если мы поехали разведывать и потом едем ставить прокси то есть то есть пилон должен быть где-то в 2.40 чтобы на третьей минуте поставить 2 гита вот в это время сталкеры отбиваются от адептов ну я здесь построил 6 сталкеров это тоже на ваше усмотрение адепты выгоднее то что ими можно было разведать допустим знать что здесь один вайдрей и уже забегать сталкерами то есть я этого не знал то есть подождал до варп и пошел в атаку все видим вайдрей тут вам надо вот грубо говоря за секунду предсказать исход боя вот то есть научиться вот этому скилу много кто начинающие не только говорят всегда там типа смотришь их бой например и вот начинается бой идет драка они ее проигрывают то есть ну и спрашиваешь зачем вообще мудрался типа думал затащу ну в реальности надо вот успевать очень быстро понимать затащишь ты или нет то есть вот момент когда появляются вайдрей до того как они вот придут сюда то есть проходит доля секунды надо прокрутить в голове что у нас есть что есть у врага у него 2 вайдрея 2 зелка значит он весь газ пахал вайдрея значит у него сейчас мало гейтов и все что нам надо это убить его вайдреев возможно мазеркора нету значит пилон можно даже не фокусить вот но это штука прокручивается на автомате буквально вот единственное что мы должны понять что вайдрея сейчас под разогревом разнесут наших сталкеров но крит массу сталкеров мы соберем больше чем вайдреев поэтому первый вариант это развести на чашу отступить это мы успешно сделали потеряли хп на сталкере вот затем собираемся костяк и без промедления заходим и начинаем давить наше микро это фокус вайдреев все затем сталкеров и дальше оклик это не тяжело примерно такая движуха ну вот и нужно грубо говоря кинуть тень адептов если у нас вот есть адепты наверх увидеть например два сталкера иммортала и без промедления нажать правой кнопкой на иммортала и начинать сразу же микрить то есть не ожидать пока что нибудь произойдет вот и последний билд то же самое разведочка у нас вот играли поинтом здесь мы строим два сталкера точнее мазеркор варп гейт два сталкера в таком порядке пробочка походила походила пошла ставить прокси ставить прокси пилон где то в два сорок вместе с двумя сталкерами затем мы ставим здесь робо гейт и в этом билде как раз таки можно можно принимать решение что строить с робо то есть у нас есть шесть сталкеров следующий варп у нас будет по-любому три адепта ну самый первый варп можно пару сталкеров адепт ну лучше три адепта ими можно разводить ну вот этой аравой мы идем сражаемся уже прибегает иммортал за иммортал строится призма за призмой этот робо бэй это один из вариантов второй вариант просто продолжать строить имморталов или строить призму и варпать юнитов еще вот ну и это вам предстоит решать то есть что варпать что делать как атаковать это вполне прикольно но в целом мне нравится вариант ждать шарика и шариком активно нападать вот то есть то что шарик может устроить чудеса тем временем адепты там развлекают вот ну шарик прибегает и вот так вот все может разорвать в щепки примерно такая история в целом все показал в принципе все вилды видите в следующих видосах сейчас буду играть это в основном потом перейду на классные новые макростраты уже есть но пока не охота их тестить что так в целом в целом то есть это уже будет